Компания Кабель.РФ представляет вашему вниманию ролик о составе подшипников скольжения. Перед просмотром не забудьте подписаться на наш канал и другие соцсети. Подшипники скольжения имеют свои особенности в исполнении деталей и материалов, которые используются для их изготовления, так как трение скольжения при различных условиях эксплуатации требует специальной подготовки контактных поверхностей. Конструкция и тип подшипников скольжения определяются величиной статической или динамической нагрузки, направлением действия максимальной нагрузки, средой, в которой работает подшипник, способом и частотой смазывания, диапазоном рабочих температур, доступностью подшипника для периодического обслуживания, скоростью вращения вала, наличием ударно-вибрационных нагрузок. Главной деталью подшипника скольжения, обеспечивающей правильные характеристики трения, является втулка или вкладыш из специального материала или антифрикционный слой, наносимый на контактную поверхность. По форме вкладыши бывают цилиндрическими для радиальных подшипников или подшипников для линейного перемещения, плоскими или сегментными в осевых упорных подшипниках, сферическими или полусферическими в шарнирных подшипниках. По материалу изготовления вкладыши подшипников скольжения подразделяются на металлические, изготавливаются из бронзы или чугуна. Биметаллические выполняются заливкой или напылением слоя бобита на корпус вкладыша из стали или чугуна. Металлокерамические прессуются при высоких температурах и давлении из порошков бронзы или железа с добавлением графита, меди, олова или свинца. Порошковые выполнены из спрессованного железа графита различного состава с последующей термической обработкой. Неметаллические. Для изготовления этого вида вкладышей используются текстолит, фторопласт или композитные саполимеры. Достоинством всех видов вкладышей являются износустойчивость, малый коэффициент трения между вкладышем и ответной поверхностью цапфы, кольца. Отсутствие заеданий. Достаточная пластичность и теплопроводность. Прирабатываемость и смачиваемость смазочным материалом. Создание маслянистой пленки между трущимися деталями. Коррозионная устойчивость. Корпус подшипников скольжения изготавливается методом литья или сваривания. В зависимости от условий эксплуатации корпус может быть неразъемным и разъемным. Неразъемные корпусы в зависимости от назначения подшипника подразделяются на узкие, широкие и фланцевые. Корпус разъемных подшипников скольжения чаще собирается из двух половин, одна из которых или обе могут быть выполнены непосредственно в детали. Опорная половина. Основание корпуса с крепежными отверстиями, которое закрепляется резьбовым соединением. Съемная часть. Крышка, имеющая крепежные отверстия и оснащенная каналом подачи смазки и уплотнениями. Ввиду затратности производства антифрикционные материалы имеют высокую стоимость. В подшипниках скольжения с разъемным корпусом вкладыш позволяет обновлять изношенный слой контактной поверхности без замены самого корпуса подшипника. Поэтому возможность заменить деталь подшипника скольжения – это не только технический, но и экономичный выход. В некоторых случаях подшипники качения лучше заменять неразъемными сферическими подшипниками скольжения с внутренним и наружным кольцами. За счет сферической контактной поверхности колец, такие модели могут компенсировать подвижность биения вала. Его отклонение от оси на величину до 20 градусов. Вкладыши вставляются в корпус подшипника с натягом или дополнительной фиксацией, чтобы исключить их проворачивание или осевое смещение. Все детали подшипников скольжения, несмотря на простые формы, играют важнейшую роль в современной механизации. От качества материалов, стали, сплавов, которые применяются для их изготовления, зависит работа различных ответственных узлов на транспорте, в спецтехнике, промышленном оборудовании, энергоустановках. В нашем ролике мы рассказали о конструктивных особенностях подшипников скольжения. Оставляйте комментарии, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео.